15 минут я развел лачок Лачиться буду с оголушки Просто сейчас нет другого ствола Но ствол хороший В принципе я так глянул по расходу материала Если его чуть придушить Более-менее вмещаемся в разумные пределы Что значит можно и нужно делать дальше Если есть какие-либо Что-либо видим там Пылинки, соринки Протираемся липкой салфеткой Я липкой салфеткой протрусь только так Где у меня переход Потому что опыл у базы салфеткой Присутствует все ровно Чуть-чуть красненькая А саму поверхность Не смысл ее тереть Она чистая, ничего на ней не лежит Далее Лачиться буду в полтора слоя За полтора слоя этот лак точно набирает 50 микрон, он даже больше набирает По тестам Но заводские характеристики лака По толщине 50-60 микрон Плюс-минус в этих пределах Лак тонированный Поэтому мне нужно не выйти Из-за этой толщины очень сильно Потому что будет разница Ну на борту ее не будет Но допустим, если бы мы красили один элемент Была бы разница Если выйти, допустим, сделать не 60 микрон, а 100 навалить С целью подполировать И еще прикол Тонированные лаки полировать нельзя Особенно если вы там что-то наждаком сильно трете Будет проплешины просвечиваться Именно для этого кладется слой еще защитного прозрачного лака Наваливаемся Полтора слоя На стойке Полностью не лезу То есть к крыше Подхожу с запасом Чтобы там пройти чистым лаком Давление тут 2,2 просит Реально просит Подачу прикручиваю чисто интуитивно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Минут 20 и буду все вот это лакировать еще одним хорошим таким мощным проходом, лишь для того, чтобы, сука, сделать переходы. Вот такие вот приколы. Отцвет шикарный. Прошло 15 минут. Заходим. Я попробовал уже, но я добавил в лак медленный отвердитель и медленный разбавитель. Потому что вчера я когда красил, ну правда вчера температура была выше на улице. То есть еще мало. Видно, что лак живой. Потому что полутораслойник и слой получается толстым. Ну, короче, добавил бы все стандартное, было бы хорошо, я бы уже мог наносить. Поэтому я еще дам 10 минут, ну пусть камера уже работает. Обдув идет, он так, конечно, быстрее обветривается. Но наносить на такой лак еще, потому что слой буду наносить полный, но уже один. Чревато закипанием. Тут надо быть в этом плане очень осторожным. Лучше подождать, даже час-два подождать полностью, пусть он высохнет. Ну, полностью, в плане, за это время. И тогда наносить. Иначе кипит. Такие прям пузыри, белые, мутные, идут по всей поверхности лака. И с этим сделать уже ничего нельзя, будет только перекрас. Опять же, подождать чуть-чуть и проблем не будет. Далее, после того, как я залакируюсь, мне нужен будет переходной растворитель Ultra HS Paid Out Blend. То есть под эти лаки есть свой переходник. Не могу сейчас сказать точным, но в мозгу что-то у меня крутится. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, Александр. Это к вам вопрос. В составе этого переходника содержится какой-то компонент, который заливает нам остаток матовой части и делает его глянцем. То есть если обычные разбавители, переходные растворители, ты его пшикаешь, он только сжирает свежий лак со старым в том месте, где он есть. Матовость как была, так и остается. То я заметил, что после этого переходника, это я в Германии делал, матовости не остается. То есть фактически ты уходишь на гляннице, и все, остальное остается глянцем. Надо так постепенно, там один проход подождали, испарилось, еще чуть прошли, и потом только проходим, полируем кругом. Здесь я буду работать снизу, тут и вдоль крыши. Специально оклеена бумагой, за бумагой пленка, чуть-чуть с небольшим расстоянием, чтобы у меня было место, где распылиться. То есть отлакировываю все, поскольку у меня все медленное тут, то времени у меня есть минут 10, чтобы походить, попшикать. Поэтому сначала отлакирую дверь, потом борт, вот так вот, и потом спокойно себе расклеюсь, и буду ходить пшикаться. На первом слое у меня ушло столько же, то есть я наливал это в бачке 500... 500, 500, 500, да, 500 миллилитров готового продукта. У меня ушло полностью все. Там, знаете, как в резьбе осталось, сейчас я буду наливать в один слой. И, в принципе, с учетом, что там чуть-чуть рамочки на батоне надо, то есть у меня должно хватить. Я развел столько же. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такой слойочек получаем полутораслойные лаки Которые действительно полутораслойные Их надо именно вшибать Скорость работы от двухслойников отличается кардинально То есть тут все гораздо медленнее То, что положили, то и получим То есть он сам за собой именно этот лак Не растягивается Это ML920 С отвердителем ML900 Разбавителем 42 10% Поэтому он у меня медленно сохнет Расклеиваемся Торопиться мне некуда Потому что у меня и так Все предельно долго сохнет Мне надо на дверях пройти Вот здесь вот Распылиться Вот здесь надо распылиться Видно, да, чуть-чуть? Так, верх пока не расклеиваю Берем переходничок Опа! Он хорошо перемешан Я тут стоял, его мешал Факел, отлично Дают в комплекте два колпачка Теперь что делаем Тоненько Есть глянец, хорош То есть пройду лучше два раза Тоненько Есть глянец, хорош Иначе потечет А если потекло Это Это очень плохо Есть глянец, тоже хорош Сюда захожу на глянец Обезжирено все аж под карманы То есть еще до оклеивания обезжирено Есть глянчик, пока оставляем То же самое с крышей Ну, камеру, честно говоря, поставлю Сейчас расклеюсь, покажу Что мы тут видим Да тут ничего нету, в принципе Но Пройтись тоненько надо То есть проходим прямо по свежему и старому лаку Вот так вот Не знаю, как вам там видно Со свежим лаком ничего не будет А на старом главное, чтобы там не было никакого мусора Потому что он его туда вклеит И еще раз тоненько То есть с этими вещами надо работать Очень-очень аккуратно Реально Срывает потек на ура Вот, тут подсохло Подсохло, слой был тоненьким Делаем еще раз Сейчас я вам блик поймаю Так, чтобы было четко видно Все, хорош Лучше третий раз пройти Не спеша Так, тут я толсто наливал Потому что на горизонте Тут та же тема Пшик-пшик И этого достаточно Ну, тут внутри вообще никто полировать не будет Я думаю, это и так понятно Но чтобы не было видно перехода Его надо размыть Пошире, пошире Туда-сюда Я люблю работать с баллонами Именно этим материалом Потому что заряжать в пистолет Ну, не хочу Это в идеале Лишний пистолет вообще один Заряжать, чтобы он был Неохота Все, в принципе, все Теперь Выключаем вентиляцию Уходим отсюда Заходим через час Ну, наконец-то Доделали линкольна Долго мы его очень собирали Три дня Поэтому видосы не выходили Да и по времени Приезжал Хозяин машины Короче, мы с ним собирали Долговасто Допоздна работали Даже никогда видосы попилить Что мы имеем По цвету Все очень хорошо Цвет сделал не я Кто подписан на инстаграм Те видели Сколько я выкрасок сделал Какие первые выкрасы были Личок показывал Я там писал Что цвет сделал не я Я не смог Я не потянул Не дотянул Просто опытом Цвет деланный На Сальвенте Шпицхекера Ребята молодцы Сделали просто К ним претензий никаких Под разным освещением Под разными углами Все четко На стыках На углах На поворотах С тонированным лаком То есть получается Три с половиной слоя Красного эффекта И тонированный лак Плюсом я еще положил Слой лака Ну, для того, чтобы Показывал Переходы сделать Хотя можно было бы Этого и не делать Так все Четенько Тут мелкие недочеты Уже по Недостающим частям На автомобиле Ну, цвет Вот эти Мне прям нравится Прямо вот Мелкая Под прямым Солнечными лучами Мелочь вообще Там видна По зернышку Типа чуть-чуть Даже больше Чем надо Ну, не критично По дверям Вот сейчас дверь Вернулась в температуру В которой я ее готовил Примерно То есть Пятерки таких градусов И она смотрится Более-менее Так же Вот здесь С вот этим Мелким Как бы Рябчиком Именно здесь Но когда дверь Нагревается На солнце Вот так Расты И ее Прямо аж Выворачивает И она сбоку На нее Когда-то смотрит Так жутко становится То есть Вообще Не то Что Что делалось Так Крыло Походили Позвонили То есть Мы находимся Где-то Во всем ремонте В толщине До тысячи 700 Там 500 400 Тут где идет У меня окрас Тут 250 Тут 160 170 Крыша 120 Ну и дальше Само собой на утолщение Тут где краска Лак Дополнительно лежит Покажу сейчас Переход Как получился Реально Не снимал Потому что вообще Времени не было Все собирали Потихоньку Значит переход Тут просто Ни наждаком Ничем не тер Переход Тянется Вот здесь Особого Знаете Вот тут бы Может быть И тернуть бы Наждачком Но необходимости Никакой Потому что Его не видно Его увидеть Можно снизу Но не сверху Не знаю Почему так получается И здесь тоже Тернулся Тут весь проем Какой-то мутный Не знаю Чего У меня даже Получилось Больше глянца Все То есть Линии Никаких нет Ничего Все Одинаково Такое Запыленное Шагер Какой-то мелкий Сухой Я офигел От того Как клачется Завод У завода Здесь Потек Вам наверное Не видать Вот видно Потек у завода На всем протяжении С двух сторон Одинаково Красивый потек Они походу Снаружи наливают А то что Внутрь попало Слава богу И так сойдет Шильдики Я так прикрою Чуть Винкор Шильдики Ну видно Что На ощупь Можно почувствовать Что он Оклеенный Был В окрасе Здесь Все спряталось Под резинками Тут как такого Даже гермитоса Не видно Которые Ложу Перекладываю Так Все хорошо Все закрывается Все что снимали Поставили на места Вроде все как стало Четенько Крылышко Переднее Вполне Нормуль Стыканулась Здесь Вообще Идеально Было Настолько Убого Но Сделали Прям Знаете А делали Для того Что наугад Потому что Померить Бампер Пока он не собран И полноценно Невозможно Сделали Получится Хорошо Не получится И слава Задний Задний Бампер Тоже Все Четко Но Задний Бампер Я Хоть Мерял Было Видно Что я Примерял По нему Накладывал Докладывал И так далее Что мне Не понравилось По краске Это В камере Реально Стало Больше Сора Не пойму Почему Будем Сейчас Сашка Искать Потому что Делали Капот На Бэхе И Реально Противно Потому что На капоте Сарин Многоваста Это Не хочется Как бы Таких Неприятностей На Бэхе Когда я Лачился Даже не столько Было Из-за моих Ошибок Разве что Тех Когда я В аризон Положил Ну То есть Вот это Меня Раздражает Что Много Сора Приходилось Подполировывать Там 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 А Эта Работа Лишняя Она Быть Не должна Подытожимся По времени Эта машина В работе Заняла Вот сегодня Ровно Две недели Как она Ко мне приехала Хотя я рассчитывал Вложиться В неделю В неделю Я бы вложился Теоретически Практически Если бы я не потратил Три дня На Игру с краской Ну пока я игрался С краской У меня проставился Грунт То есть Оно как бы И не потеря Времени В никуда Но тем не менее По Материалам Я попробую Взять Сейчас На лето На Единичные элементы Не 920 Лак Лек А может быть 405 Потому что Он меня Чуть-чуть Не устраивает По времени Сушки То есть Мишлойка У него Адекватно Когда мы Делаем Борт На Отлип Мишлойка Но когда я делаю Один элемент Какой-то Ну долговато Хочется Чего-то Побыстрее Либо же Взять У него Быстрый Твердос Попробовать Либо же Просто 405 Лак Взять По цене Там Что-то Вроде Одинаковое По Житкарю По Шпатлевкам По Грунту Гринтифиллер Вопросов Никаких Сохнут Замечательно Трутся Хорошо Одно Но Лачок Сам То есть На борту На этом Прокатило Когда Единичные Элементы Хочется Побыстрее Это Единственное Какое У меня Замечание К лаку У вас В всем Остальном Полируется Изумительно Соринки Режутся На нем Хорошо В потек Его Пустить Саня Пробовал Получилось Но Реально Перелить Его Надо Шагер На нем Нарисовать Можно Любой Какой Хочешь За счет Первого Припыльного Слоя Как-то Так Красиво Машинка Продолжение следует